Все вместе связано файлы, не файлы Потоки, в смысле стримы? Это оно? Да, оно самое По поводу потоков в Java Есть два типа потоков на английском языке Первый это thread Второй это stream Оба переводятся как потоки Мы с вами будем, ну сейчас На этом курсе, если будем общаться про потоки То мы будем иметь ввиду вот этот вот стрип Потоки ввода-вывода За него отвечает такой пакет IO Здесь в Java вышел еще новый пакет Neo Input-output Мы с вами будем смотреть на этот пакет По поводу потоков Thread Это многопоточное программирование Это многоядерные процессоры Как бы это в эту степь Заход мы с вами не рассматриваем Это как бы даже не задача джуна Это уже медловские задачи Тоже они рассматриваются на профкурсе Это крутая тема То есть если вы будете знать Это огромный плюс вам Если в вакансии, например, не указано знание Указывай, пиши, что ты знаешь То есть это как бы бонусное знание Да, конечно Если это вакансия джуниор-девелопера То да, это бонус Если это middle и выше То это уже как бы обязанность То есть они работают Джунам не дают работать с потоком Это как бы параллельное мышление Их очень сложно дебажить Они каждый раз работают по-разному Поэтому Довольно-таки сложная, но интересная штука Взрывает мозг Но классно То есть если вы будете Позиционировать себя как джун Который знает многопоточность Это огромный плюс То есть вы не стесняйтесь Таких знаний Хоть начало, допиши и рейдить Я наступен, дописал Я откусил Что уж круто Потоки водовывода Почему потоки Как это все выглядит У нас есть разные информации Допустим, откуда мы можем качать Это интернет Может быть Файл Когда мы хотим Записать с одного места в другое Это может быть консоль Мы сразу можем в консоль записывать Как выглядят потоки Потоки это своего рода трубки Пайп такая Которая подключается К одному источнику Ко второму источнику Как-то таким вот образом идет Входящий поток Файл Который мы будем записывать Он будет называться InputStream О! Это я видел в клон Который сбрасывал на хаббр Они пытались С сериализацией А? С сериализацией Кучу биткод Да, байткод Да, мы это сегодня сделаем И есть OutputStream Он будет За информацию Которая выходит С источника Оба эти Класса Это два класса Это абстрактные классы То есть потоки Это довольно-таки Страшная штука На самом-то деле Имеет кучу классов Какой это? Какой это? Какой-то не странно Или ничего Ага От них исследовались классы file-input-stream, byte-array-input-stream, object-input-stream То есть поначалу, по задумке они оба передают потоки байтов То есть всю инфу, которую мы скачиваем и передаем, она идет в виде байтов Есть еще аналогия, это принтеры и врайтеры, которые передают информацию в виде символа, символного потока, чары Мы скачиваем чары, передаем чары Есть еще такая штука, как data-input и data-output-stream Они передают уже примитивные типы данных Передают, могут даблы записывать, могут int записывать Есть такая штука, как object-input-stream Это уже такие потоки, которые работают с классами То есть вы можете взять ваш класс и загнать его полностью в байт-код Записать туда, а потом этот байт-код взять и выкинуть Так по факту, что все в байт-коде Байт, не совсем Оно инфу скачивает как байт, сейчас мы это посмотрим И в чем интересен object-stream В том, что можно таким образом клонировать объекты Если клонирование у нас было только поверхностное То object-input-streamы, они считывают полностью объект на всех уровнях Они вглубь заходят, делают копию Я думаю, мы планируем у нас поверхностное в том случае Если у нас объекты, которые, ссылки на которые хранит наш Мы пытаемся спланировать объект Оно будет поверхностное в том случае Если у нас в объектах, которые выходят, не переопределен метод long-tube Потому что если он переопределен, мы можем добиться полного копирования Можем, да Но для этого надо в каждом не, как называется, примитивном В каждом ссылочном типе, в каждом ссылочном типе переопределить метод long-tube Но тут этого делать не надо Тут все просто, берется кусок памяти И тут такой, жесткий метод считывается Я не понимаю, почему ты выделил все-таки этот байт-код Ну смотри, JWM же, да, что она делает? У нас же переводит код, числа, а потом переносит код Да, это байт-код, а тут именно будут идти чисто байты Никакой не код То есть именно чисто цифры Нолики-единички, то есть информация Байт у нас занимает сколько места? Кто помнит? Четыре бит Восемь бит Какая там? От минус сто двадцати восьми до сто двадцати семи, да? Ага Вот это будет правильно Да Информация, которую можно зашифровать в байт Она будет храниться от нуля до двухсот пятьдесят пяти То есть минус забирается Если передаваться будет минус один Значит источник, с которого вы считывали информацию Он дошел до конца То есть всю инфу вы скачали Как это будет выглядеть? Давайте еще начнем С самого примитивного Создадим Окей, так я создам его Класс Самое первое, что мы с вами сделаем Мы с вами создадим просто какой-то файл Как это сделать из класс файл И нам нужно будет указать доступ уже к какому-то существуемому файлу Либо новый файл, который мы хотим создать Нам нужно будет указать путь, где мы хотим его создать, да? Как мы это сделаем Давайте Слушай, файл, оно определяет тип данных, да? Что это файл? Я не понял Есть класс файл с именем файл И создаем степенью Нам надо бы есть Это будет Когда вот это input java и его файл Оно появилось после чего? Ты сам его сделал? Нет После чего он начал создавать То есть как организовал это файл, да? То есть он знает, что тип данных файлов это как Да, этот класс созданный в java для работы с файлами С файловой системой В чем его минус? Он директории и файлы рассматривает как одно и то же Это один класс для двух объектов Такие вот И поэтому надо будет чуть-чуть, да Или это папка или это Ковырять Нет Он различает, как их делать, но для них двоих создан один класс То есть это файл Вот смотрите, допустим есть файл у меня gitignore, да? Вот он Можем его посмотреть Можно copy-path Я скопировал путь и указываю его здесь Вот У меня есть файл Что я могу сделать с этой атмосферной? Не, не, с этой атмосферной Что можно сделать? Можно считать этот файл Как мы считываем файл? Нам нужен какой-то input stream, да? Который будет считывать нашу input Для этого мы создаем input stream New input stream Нельзя создать Почему нельзя создать? Потому что это абстрактный класс А почему это? Я ж не успел, короче, понять, что там нельзя Что там нужно Почему нельзя? Аааа Input stream заходим Нет, ты что пытался сделать? Просто ты бы сказал, где имеешь Какую-нибудь New input stream Я хотел создать экземпляр input stream Ааа Я понял, он абсолютно абстрактный Естественно, что ничего не получится Нельзя Как мы можем пойти? У нас есть Классы потомки Есть замечательный класс Называется FileInputStream Который позволяет нам работать с файлами Вообще Замечательная штучка Что она требует? Она требует либо Путь файла указать Либо уже сам файл Давайте укажем файл И типа сейчас я спортирую сюда Что-то ей не нравится Она пытается выбросить какой-то exception Если А давайте посмотрим какое оно exception Из двух файла Exception 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 FileInputFound Да FileInputFoundException Бросает Вот так вот Вот так вот И тут оно нам Что просит сделать Либо Обработать это как-то Либо пробросить вверх Я не пишу То есть у нас сейчас есть выбор Либо try Либо Ну я знаю что этот файл есть Я понял Нет То ты сейчас как-то должен оформить В виде кода Если бы ты писал try То тебе надо было бы InputStreamIs равно try Фигурная стопка Или как? Да Обравлять код А Или try Потом InputStream Да Все Я просто хочу И так Ну В принципе я знаю что Файл существует Поэтому Я как-то Не хочу писать лишний код Все Ну ты просто бросил в бейт Да Да У нашего InputStream Есть Несколько замечательных методов Есть read Читать массив байтов Ну еще такой Читать байт Оттуда Оттуда В определенной Длины Массив Все По сути Ну Есть еще метод Close Очень хороший метод В чем он заключается Допустим Мы сейчас находимся В нашей JVM Java Virtual Machine Да Тут наша Application Мы хотим Доступиться Какому-то Файлу Мы Подключаем Такой Вот Пайп InputStream Который Нам будут Передавать Байты Инфы Будем Что-то с ней делать Дальше Либо Дальше Выводить Куда-то Либо Тут На экранчик Выведем Что Может случиться То есть Мы можем По сути Переделать Через InputStream Из файлов Какой-то Другой файл Через OutputStream Это может Просто Реально Перейти в ряд Джекот Да Таким Будем делать Сейчас Может Случайно Упасть Наша Программа Она Падает Но Операционная Система Она Остановила Его Под Нас Он уже был открыт Для работы С чем-то И когда мы падаем Все Мы его не отпустили Операционная система Знает Что да Он висит в памяти Ты его не сможешь ударить Бывают такие процессы Когда работаешь с чем-то Блин Что случилось И поэтому существует Метод Клоуз Метод Клоуз Как бы Говорит Что Дружок Я с тобой закончил работу Ты можешь как бы Завершить Отпустить Отпустить Чтобы тебя Операционная система Отпустила Клоуз Мы передаем сюда Операционной системы Она уже освобождает Этот ресурс И он свободно Себе реагирует То есть Это мы себе так запомнили Клоуз Это какой-то тоже Checked Exceptions Что он обучает сейчас Не совсем Это как бы То что следует Сделать Отпустить ресурсы Файл Я понял Но мы что-то Оформим Оформим Да Но нам сначала надо считать файл А мы в конце будем После работы с файлом Будем закрывать его На самом-то деле Как бы Гарбич коллектор Уже автоматически Это все делает Но бывают ситуации Когда надо явно Вызвать Клоуз То есть Если вы вызовете Клоуз Это плохо не будет Это будет Способ безопасности Окей У нас есть файл Мы будем считывать С него инфу Как считать информацию Из файла Мы будем считывать Информацию В виде байт То есть Взяли с файлика Один байт Перенесли его Себе куда-то На экран Распечатали Допустим Взяли второй байт Распечатали его На экран И таким образом Мы его будем Переносить Для этого Мы создаем с вами Переменную Кипа байт Назовем ее Переопускай 1 байт Создаем цикл Вайл Из цикла Вайл Мы будем Считывать Вот эту инфу Как читается Информация Из файла То есть 1 байт Покуда она будет читаться Она будет читаться Пока вот этот 1 байт Ему не придет Значение Минус 1 Если он ловит InputStream Значение Минус 1 Значит все Файл окончен Мы полностью С него Считали инфу Пока Мы будем Равняться Минус 1 Чему будет Равняться Вот этот 1 байт Он будет Считываться Откуда Считывать Мы его будем С нашего потока И использовать метод read read тоже нам пытается кинуть какой-то exception его exception Давайте назад вернемся метод read кинуть кинуть сделать Что-то его как-то обработать либо Я вот не знаю Я ленивый пока Я его пока пробрасываю наверх Смотрите что у нас наверху у нас файл not found exception это какой exception checked или unchecked checked это checked exception у него иерархия он наследуется от your exception да метод read нам бросает your exception то есть по сути если я вот здесь ее exception сделаю да нет 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 а Это оно у тебя за раз вытягивало 1 байт или что? Да. То есть оно будет, сколько у тебя там, вес и размер этого файла, оно бы за раз 1 байт обрабатывало, да? Да, у нас есть. И когда у тебя закончили 100 байт, оно бы тебе было минус 1? Да, у нас есть файл, мы с него бегаем по циклу и говорим читай. Он бежит в этот файл, берет 1 байт, несет к нам, что-то с ним делает. И снова читай, снова бежит файл, несет байт. Это метод read, да? Да. Который, если не находит бита в файл, уникального, я так понимаю, потому что он еще не прав, он будет возвращать минус 1. Ага, да. Рид возвращает нам интернет. Что мы будем делать с этим байтом, который мы с вами получили? Мы его можем вывести на экран. Давайте его выведем на экран. Sound. Вот этот вот 1 байт. Запустим нашу программу. Вот, пожалуйста, вся инфа, которая была спрятана здесь. Давайте сделаем только print. Пробелы, все символы, они спрятаны, вот эти ASCII таблицы, ASCII код, помним? Код и символы? Да. Вот от 0 до 255. Как мы можем их отобразить? Мы банально можем их кастировать к чару. Угу, прикольно. Все. Подожди. А, а у тебя, поскольку там int, в int влазит, короче, вот такие длинные надписи, да? Ну там… То есть, если бы ты привел… То есть, ты за раз сможешь вытаскивать вот эту строку, например, в стадии OOP от C10? Нет. Ну, как… Я вытягиваю по одному символу. А что же у тебя, короче, струклировано? А пробел – это тоже символ определенный. А-а-а, все, здесь… Да. Здесь уже и пробел, и строка новая… 91, да, говоришь? Давай проверим, как оно работает. Вот оно в строке. Давай даже на это сделаем. Да. То есть, каждый символ, поскольку ты говоришь, что у тебя метод rift возвращает int, у тебя получается, каждый символ запихивает int, то есть, очень как бы… А в виде этот… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 111… 117… 117… 117… Да, он повторялся. 117… 117… 118… То есть, вот и больше… А в виде, знаешь как? Принт-лен и дочьара сделаем. Что-что? Принт-лен и дочьара. А… Это на стол. Так оно так что… А… 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 Ну ладно. То есть, он все-таки вытаскивает к одному символу. Да. Ну вытаскивает к одному символу. Как с этим можно играться? В чем минус? В чем минус? В этой всей байды? Ну… Ну… В принципе, да. Почему? Ну… Либо есть ридеры и в райтеры, которые с этой всей ситуацией справляются. Ну… В чем еще большой минус? В том, что… Смотрите, каждый раз, когда мы бегаем к этому файлу, мы запускаем свой жесткий диск. Он обращается к файлу и эта операция, она как бы занимает порядка пяти миллисекунд. А почему в данном случае загружается оперативный завид? Скрыто она так и происходит. То есть, есть там теория, когда мы считываем какую-то инфу, один файл, то большая вероятность, что мы байт, который мы считали, считаем еще рядом с ним какие-то байты. И поэтому, когда мы обращаемся к какому-то байту, мы сразу… жесткий диск нам считывает массив каких-то байтов и передает. Дальше, когда мы, по сути, обращаемся к методу read, мы уже идем не к файлу, а мы уже идем к операционной системе и от него вытаскиваем вот этот вот read. И оно как происходит? Мы сделали один read большой, считали здесь инфу, потом считываем инфу здесь. Read, 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 read. Когда мы закончили этот массив, снова обращаемся к файлу, вытащили инфу, снова считаем здесь. Так же самое можно и записывать файл. Как мы будем записывать с вами файл? Все очень просто. Мы с вами создадим какой-то файл. New file. New file. Пускай путь у него будет похожий. Мы назовем его test.txt. И мы в этот файл будем что-то записывать. Для записи у нас с вами существует outputStream. Это тоже абстрактный класс, поэтому нам надо использовать какой-то его. Ты прописал inputStream is, а здесь outputStream. Это outputStream. Это что? InputStream. Да. Сокращение. Имя. Да. Будем использовать файл outputStream. Будем записывать все в new file. Вместо того, чтобы использовать эту вот штучку. Давайте зайдем в outputStream. Есть метод write. Абстрактный. Есть метод write уже реализованный, который ссылается к другому методу write, который ссылается на этот абстрактный. Write, write, write. Есть flush и есть close. Что такое flush? Нет. Та же самая штука, как мы говорили, считывая info. То есть каждый раз, когда мы записываем информацию на какой-то файл, нам невыгодно переносить ее по байтово. Мы ее можем где-то накипить в буфере каком-то, а потом вызвать метод flush и он сольется. Он либо сольется, когда этот буфер заполнится. А если файл, допустим, буфер еще не заполнился, и у нас как-то система прервалась. Мы можем сделать так, вызвать неочередно метод flush, который вот эти вот все байты запишет сюда. И как бы мы обезопасим, мы их не потеряем. Безопасная как бы штучка. У них очень не хватало времени делать лапа в интернет-эксплоре. А если 15 минут закрываешь песни, у тебя 13 раз интернет оборвался, и ты закройшь ее завтра. Допустим, а мало 100 лет? Ну, я не знаю. 15 песни ты скачешь, это я очень больше прикольный. Я не скачу эту песню. Да. Ну, это как бы сливать с английского. А, ну, просто GVM, да? Да. Нет, там нету флау. Ну, я сам его не застал. Не, ну, сейчас же другая штука. Мы можем считывать, ну, начать загрузку с места прерывания файла. То есть, это уже протоколы, так же, тупичные, они позволяют это сделать. То есть, мы, если раньше, что да, только сначала скачиваем, то сейчас уже можем начать загрузку с места прерывания. Слава, что у нас тупичные будут. Потом другие, так это было. По-другому было. Ну, мы можем, то есть, восстановить загрузку. Сейчас, по-моему, даже в хроме такая есть. Так, нет, такого периода уже было. Просто это еще в целом, я помню, когда-то нет уже. Да, были такие времена. Так, как нам записать инфу? Мы берем наш output stream. Говорим ему write. И что? Наш buy it. Вот. Файла test, вот этого вот, у нас еще нету. Ага. Запускаем нашу программу. Что-то произошло. И появился пал тест. О, фантастик. Заходим в него. А почему? Я не понимаю, что записалось туда. Как ты, где указал, что записываете? Ну, он же какой-то читал, коллег. Вот, у меня есть input stream. А, я понял. Он считывает инфу в GVM. И из нее берет... Нет. Не на консоль выводит, а... Файл. А теперь... В рекурсию курс за солью. В смысле? Ну, чтобы оно так... 1010 создало. А, нет. Что мы еще можем сделать такого интересного? Давайте будем считывать инфу. Допустим, сделаем с вами input stream. Есть класс url, который принимает адрес в интернете? Да. О, чудесно. Что у нас тут? Ну, точка комп. Нет. Нет. Наверное, кинодом пора уже. Как там. Такие травмы. Нет. Нет. Такое задание. Не знаю. В итоге надо сделать программу, которая отслеживает, какие фильмы идут, какие фильмы в театрах. А теперь Com Gerade? Угу. Вот. А теперь все Sci9ec – ту commerсвью. Ну ты, в принципе, за точно так, что и нет. Угу. 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 Аммм. Аммм. Да, но мы же создаем класс, но нам надо поток получить правильно от этого класса. Какой класс можно сделать? URL можно. А, я не понял. Давайте сделаем так. URL. И тут нам надо получить какой-то стрим. Как нам это получить? Google. Есть метод замечательный. Открыть поток. Получаем этот поток. И считываем инфо. Ну, запишем ее в наш файл. То есть у класса URL есть метод открытого. Да. И что оно будет? Ссылку? Давайте проверим. Что-то читаем. Закончилось. Декст у нас открыт. Пожалуйста. А, HTML-кон, да? Значит, HTML-кон. Можем проверить, что здесь. Ф11-кон. Там F11-кон. Что такое открывается? А, нет. Ф11-кон. Ф11-кон, да? Нет, 25% Луфтайб, HTML... Сайт построили, да? То есть это как... Что еще можно интересного с этим всем... А, как дописывать? То есть, оно каждый раз обновляет инфу файла. То есть, мы перезаписываем. Мы ее перезаписывали. Как это сделать, допустим, вот. Мы работали с файлом. Output string. New file. То есть, файл, который мы записываем. Мы указываем в стриме. Ставим true. И все. Каждый раз, когда мы считываем в этот файл, мы в него дозаписываем. А что true? Ты говоришь, что он уже здесь? Ты говоришь, что в него можно... Что мы хотим дозаписать файл, а не перезаписать его. А так он по влачанию перезаписывает? Да. Вот. Upend. BooleanUpend. Добавить. Угу. А если мы так не будем делать... Вот наш файл, мы в него записываем что-то. Он затерся, записалось много. Что еще можно интересного делать? Да. Так, а посмотри, а потом получается то, что в файл записалось, ты потом можешь его использовать, допустим, не знаю, через equals даже, да? К примеру. Какой-то текст сравнил, допустим, если текст подошел, ты его использовал. То есть, у тебя есть стринг. Ты можешь вытянуть это все в стринг записать. Ну да. То есть, он перегружен, по сути, здесь. Что еще мы можем делать с файлами? Файлы мы можем удалять. Ну да. Дату я не знаю. Показывать вам, не показывай или что? Показывать или... Петя почитайте, что-то не перегружать. Ну там в общем, на методах, да? Так, типа, стрингом. Ну там у них, по сути, виды в write. Остальные методы. вот мы с вами прочитали файлики да теперь что мы хотим сделать я хочу их закрыть output stream close отпустить ресурс и то же самое input stream close я не хочу это делать так я хочу сделать это культурно все тут другой exception какой-то свой exception выкидывает стрим выкинуть нам я буду обрабатывать exception я обрабатывал я их пробрасывал ты их пробрасывал и выходит что ты бы не дошел ты бы не выгрузил из файла из памяти вот эти ios или ты просто или они вылетают там где ты еще их не загрузил нет они вылетают на тех моментах когда я файл еще не завершил в процессе работы они вылетают первая exception который мы с вами можем тут ловим это your exception когда мы пытаемся получить поток ввода от нашей url страницы я говорю вот он я могу его словить я его ловлю и что я делаю я просто выложу на экран где он возник и иду дальше работать Ваш, вот input stream если ты узнал это часть твоего да, мне надо его инициализировать если я сделаю вот так вот тогда он у меня пропадет из области видимости область видимости этого input stream будет ограничиваться скобками try для того чтобы и тут я уже не могу вычитать я не знаю что такое input stream поэтому мне его приносится вынести вот аж сюда вот а, то есть ты сначала сделаешь какой-то input stream пустом да, присвоить инициализировать его так как это ссылочный тип мы его инициализируем null потом идем дальше сюда-сюда-сюда тут тоже не совсем правильно а? не совсем правильно потому что если open stream не получилось открыть какие-то лучше ну поинтерсловиям уже дальше да тут ну тут уже ты обрабатываешь как это как бы один из примеров что я хочу показать вот у нас есть такие вот два метода close закрыть потоки водовывода как мы его можем закрыть? мы их должны закрыть в любом случае даже если поток оборвался если мы система падает то он должен быть закрыт как ни крути иначе файл будет висеть в системе и тут очень плохо для этого возникает такое вот ключевое слово на rest finally мы в него помещаем вот эту вот конструкцию что она делает? она говорит что даже если мы ловим здесь exception то вот этот вот блок кода все равно должен быть исполнен то есть в конечном итоге что бы ни случилось будет все идти хорошо или пойдет все как-то не так вот эта вот часть кода должна быть исполнена как мы можем давайте вернемся к нашему check pass да сделаем тут finally да оно уже и так работало нет если там даже даже без finally работало даже нет inside finally inside finally inside finally inside finally а да давайте запомментируем паспорт все да а раз же без finally у нас так же не работало вы же и так ловили этот ролл думаешь? ну по-моему у тебя не казалось что так вот давай закомментируем finally надо было это распомментировать почему оно не дойдет сюда потому что здесь мы бросаем no pointer exception я понимаю я просто понял в начале то есть в любой ситуации что бы ни происходило какой бы тут какая бы тут не генерировалась ошибка обработаем мы ее как-то или не обработаем то блок finally он будет исполнен всегда то есть это такая вот вот непонятная ситуация типа того как оно делается вот тут тоже да синтаксист саху вот эти оба такой блок close close и тут надо что-то да типа если они не открыты или что ну тоже могут быть какие-то проблемы с потоками он может оборваться так же мы должны будем спросить если is не равняется no только в таком случае мы можем его использовать так же если output stream не равняется now мы его тогда закрыты иначе мы слогаем null pointer exception то есть конструкция выходит довольно-таки габаритная да input stream и output stream они идут от интерфейса closeable то есть тот что закрывается там есть один метод это вот close который мы вызываем closeable же возникает ну extendится от интерфейса auto closeable это она возникла вот java 1.7 joshua blog книжечки очень классные effective java такие проблемы в java он описывает супер считается из ней которые есть первое издание есть на русском 100% она есть второе издание очень криво да книжка крутая это уже рассчитано на тех кто знает java там уже такие моменты что следует делать что не следует делать посмотреть там у них переопределение или нет я офигел то есть ты же написал effective java и посмотрите там equals я такой открыл ну ты знаешь я лучше так раньше приобрел да вот там говорит проблемы которые могут возникнуть там описывается вот этот string pool то есть почему не стоит вызывать конструктор new string а стоит пользоваться скобками с чем создавать string который уже есть если он и так immutable то есть autoclosable версия 1.7 java намного все упрощает нам жизнь что она делает давайте эту всю конструкцию спрячем тут плохо читать это только после всего да однажды мы можем пользоваться такой штукой как try с ресурсами так есть try ставим скобочки такие вот и говорим ctrl x ctrl z что то что мы сделаем исход до этапа уберем здесь нам ошибку хотите generate unchecked exception по письма и вот это шестая а а мы видим трое это что может сделать и Опит не хочет делать. Давайте поработаем только с этим стильбом. Оно никак не влияет на роботошку. Сети. Сети. В общем, мы видим, что есть слегка. Порт написано. И там где-то посреди кодека это точка запятой стоить. Полосочки старше. Какие есть моменты, или там вот ты закрываешь какое-то поле, точное закрепление, и после него еще репутся, там куча точек закрепляет. Файл у нас auto-cruise, выберем не auto-cruise. Файл у нас. Вот так вот можно заменить. Trice ресурсами. В try мы в скобочках пишем, какие ресурсы мы используем. То есть у нас был output и inputStream, которые могут выкинуть EOException. И вот эти вот два потока, нам надо будет их закрыть, вызвать вот эти вот методы. Close, close, close. Если мы используем try с ресурсами, он принимает внутрь себя методы auto-closable, которые наследуются от интерфейса auto-closable. Поэтому если мы его используем, тогда нам вот эти вот штучки уже не стоит вызывать. Try их автоматически закроет. Когда мы выполним наш блок кода, выйдем из него, мы автоматически закрываем эти два потока. Поэтому нам не стоит делать вот эту вот штучку с try, final и всем прочим. Java это уже автоматически умеет делать. В чем минус try с ресурсами? Он рассчитан на Java 1.7 выше. Если вы столкнетесь с кодом, который был написан раньше, то он как бы тут не проканает. Надо будет использовать тот try. Поэтому их как бы оба следует знать на какие-то принципы open-close. То есть мы помним про то, что было сделано когда-то давным-давно. Но и новым тоже надо пользоваться. Что-то внедрять, как-то менять. Что еще интересного по работе с файлами? Давайте быренько. Как нам сохранить объект с реализацией? Сейчас с вами пройдем. Садимся в паре. На сохранить файл. Допустим, у нас есть какие-то объекты. Что я хочу сохранить файл. Что мы сегодня с вами создавали? Какого интересного? Студент. У меня есть студент, который я хочу сохранить файл. Что я делаю? Студент. Как-то его будет звать Олег. Ну там 30 лет. У него оценка пятер. Я хочу создать его клон. По сути. Мне для этого нужна будет такая штучка как object.inputStream. InputStream. Что это такое? Это класс. Экстендится от inputStream. Олег. 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 Тоже inputStream. Олег. Олег. инпут стрима, инпут стрим этот это абстрактный класс object-input-stream нажмём его object-lays new object-input-stream он хочет получить в себя какой-то это инпут стрим сумма этого ввода мы можем его поставить и подошел его включим new инпут стрим и 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 Продолжение следует... 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 потом он идёт FileInputStream, и потом он идёт File. Это можно вот так вот смотреть отсюда, вот сюда. Тут как это всё происходит. Дальше что мы берём? Потом мы вычитываем из файла байты потоком FileInputStream. Читаем их теперь через поток ObjectInputStream, который возвращает нам уже байты. То есть у нас есть какой-то объект. То есть у нас будет студент. Студент, и у нас есть определённый файл. Студента мы можем сразу сохранить файл. Сомневаюсь, что там что-то хорошее выйдет из этого. Студента мы можем перегнать сначала в байты, а потом уже эти байты записать файл через FileInputStream. То есть тут у нас будет ObjectInputStream. То есть это адаптер, который объект переводит в байты. Аналогично потом мы с помощью FileInputStream считаем какие-то байты, которые лежат в файле. И с помощью адаптера ObjectInputStream на этот раз мы запишем другого студента. которое у нас есть. Это будет абсолютная копия. То есть он не будет ссылаться там на потомках одних и тех же. Он создаст свои. Он полностью пройдёт в глубину и скопирует каждого. Единственный нюанс. Мы с вами тут словили exception. Этот exception был unchecked. Он называется NotSerializableException. Что он означает? Он означает, если вы хотите кого-то сериализировать, то вы должны имплементиться от Serializable. Что это делает? Implements. Serializable. Давайте зайдём в Serializable. Что-то напоминает? Напоминает колонну. То есть такие интерфейсы и геомы, которые просто делают пометку в том, что я осознаю в том, что я буду сериализировать объект. Чем это плохо? Если бы я передал просто поток байтов, и там был какой-то пароль спрятан, то вряд ли бы его кто-то нашёл. А если я передаю какой-то объект, в котором может быть поле password, и кто-то его сериализует, и потом где сериализирует, то есть обратно, то он может заполучить этот пароль. И поэтому, когда вы говорите, что вы сериализуете, вы подразумеваете ошибки, которые могут быть с этим связаны. Что вы можете делиться с какой-то информацией с кем-то чужим. То есть объекты могут передаваться по сети, чатом через сериализацию. То есть вы можете таким образом что угодно передавать. Ты сейчас осознаёшь риски или нет? То есть ты этим подразумеваешься и осознаёшь риски, да? Да. То же самое, что и clonable. Такой же самый интерфейс. Чем он негативным? Тем, что мы можем создать объекты, в которые будет ссылаться копия на тот же самый объект, что и оригинал. Поэтому копия может изменять оригинал, так же само оригинал может изменять копию. Если будет не полное клонирование. А у клона был пустой интерфейс и был интерфейс, в котором есть метод клон, да? Или это метод у объекта? Там у объекта был метод клон. А сериалайзер был метод еще какой-то схожий по названию? То есть те же какие-то методы или нет? Нет. А это было compareable и... Вот, clonable. То же самое копияс. Давайте теперь попробуем сериализировать. Все супер. То есть мы создали клон. Он скопировался. В чем минус? Может быть есть и минус. Если у вас будет содержаться поле, которое... Вот библиотека ваша, да? Там будут поля reader book. Если вы хотите записать библиотеку, а в ней будут другие поля, которые тоже должны быть сериализированы. То есть если вы передаете библиотеку, в ней есть book и reader, то и book и reader тоже должны наследоваться, имплементиться от сериалайзер был. А если используются наследники, они не надо? Нет, наследникам не надо. А, я понял. Любой объект ты должен... Ты должен подтвердить свое понимание, что ты делаешь. Да. Каждого объекта. Наследникам не надо. Только он холодный, да? Да. Потом файлы. Сейчас с файлами еще. Но работу с файлами мы с вами рассмотрим. Ну так, конечно, тема очень большая, тут очень много классов. Я на ней, как ты когда читал... Шил, да? Шил. Все, из-за... Ну реально, эта тема... Я считаю, это самая сложная тема, что есть. Ну, давайте... Не, я все-таки думаю, давайте сделаем в среду занятие. Еще что-то по нему позанимаемся. По этой штуке. Просто, чтобы дальше пойдем. По data.output. По файлу самому пройдемся. Просто, ну, она очень большая. И, как бы, Java это работа с сетью. То есть, да надо знать эти штуки. Ну, все не постигнешь поначалу. Ну, хотя бы, как я заедал. По поводу файла самого. Вот у нас есть... Ну, вот как сохранился скедент. Вот как он выглядит в виде объекта. Что-то непонятно. Ну, вы можете его вытащить в ликкорчик и заново прочитать. Так же само вашу библиотеку. Вы можете сохранить в виде файла. Потом, когда начать заново работу, вы вытянуть отсюда инфу. Все изменения будут сохранены. То есть, это надо как-то продумать будет с библиотекой. По поводу... Ну, не буду поводу, поводу, поводу... Файлы. Вот информация с файлом. Да, мы создали два файла. Вот gitignor. Файл у меня существует. Что мы можем узнать? Файл. Дот. Можем создать новый файл. Такой. Можем узнать его длину. Можем спросить, он скрыт или не скрыт. Существует или не существует. Это директория или это не директория. Можем его удалить. Что еще можем? Узнать имя, родителей. Узнать файл ли это. Лист. Родителей файл? Это что такое? Лист файл. Директория. Можем получить, если это директория, список файлов, которые хранятся в середине. Что такое родители файлов? Директория, наверное. Директория. Директория. Проверим. Проверим. Возвращает стринг. Если нам, по сути, не надо. Пусть родители вырешают. Что еще нужно узнать? Интересное. Допустим, мы можем получить лист файлов. Давайте возьмем. ACO10. И скажем файл. Лист файлов. Лист файлов. Куда мы еще соблюдим массив. Нажимаем его files. Что мы сделаем? Пробежимся по циклу. И скажем. Some. Файл. Файл. Для каждого файла, который есть, выведи имя. Ну, это вот. Файл. Файл. Один. Да. Ну, просто файл существует и поэтому она не делает. Оно мне сбросило все файлы, которые содержатся у меня в папке ACO10. Если это папка, она все равно сбрасывает только папку, не ее наследника. Значит, на что похожа команда в консоли? Gear. Gear. На следующий раз, ну, через раз, будем писать свою консоль. Вот эти вот, со всеми командами. То есть, разберемся с этой темой еще более глубоко и будем писать консоль по своему. Потом, что еще? Можно удалить файл. То есть, у меня есть файл. Тест. Да. Вот я хочу сделать шаг. Я говорю. Да. New file. Delete. Удалить. Запустим. КСТ удалился. Работа с файлом уже опасна. Можно систему свою чуть-чуть повдалять. Да. То есть, прописываете путь, к чему вы хотите удалить, удаляете. Директорию удалить таким образом нельзя, пока она полная. Вы должны удалить все файлы внутри нее, а потом удалить все. То есть, это делается рекурсивно. Вы же не знаете, какая глубина эта директория. А вдруг там еще папка, там еще вложенная папка. То есть, лучше всего делать рекурсию. Поэтому, на следующий раз надо будет пройти кодинг бет рекурсию всю. Рекурсию 1. Потом, что? Что еще я от вас хочу? Я хочу, чтобы вы прошли на таком ресурсе, как под гадами. Там есть классная штука. Просто я джава тут даже пробовал. Я так начал. Мне было интересно, как за 4 часа выучить джаву. Вот. Классная штука. Для чего ее надо пройти? Для того, чтобы написать самому свою. Чтобы у нас все линуксовые команды. Да. Тут линуксовые команды. Как можно потренироваться? У вас у всех есть git bash. Git bash он делает команду линуксов. То есть, юниксовские команды. Как раз заходите, пробуйте путешествовать. Это первое, что пройти. И второе, что пройти, это гитовый ленгит. То есть, команды git app. Чтобы вы могли работать с git через консольку и все более. Ну, это даст вам углубленное понятие git app. То есть, это будут два таких задания основных. Потом надо будет сделать запись, доработать библиотеку так, чтобы она сохраняла инфу файл. Чтобы менюшка, какие команды выскакивали. Библиотеку или этот? Библиотеку. Давай, Серёга. Давай. Это библиотеку, по-моему, был. Подставь два на грани. Библиотеку доделаем, кто не доделал.